Всем привет! Сегодня снова с вами Басонный. Сегодня я хотел бы рассказать о своих новых наушниках. Это Corsair Void RGB. Данные наушники являются наушниками USB, не 3,5-й джек. Выполнены они у меня в белой расцветке с черными вставками. Что я могу сказать о данной гарнитуре? Гарнитура, в принципе, хорошая, но стоит достаточно дорого. На тот момент, когда я покупал, она стоила около 7 тысяч, но я ее брал со скидкой, и там вышло 6 тысяч. Что из себя представляет данная гарнитура? Гарнитура выполнена из белого пластика. В данный момент у меня, потому что белая расцветка, так-то они есть черные, есть желтые. Вот эта поверхность у нас имеет подсветку в виде такой полосы и влага Corsair. И она глянцая, то есть будет оставлять отпечатки пальцев. Чаши выполнены в такой интересной форме, нестандартные, круглые. Видно, что делались по форме ушей, то есть чтобы ухо полностью входило под эту мягкую амбушюру. Амбушюры выполнены не из кожзама, а из ткани. То есть они дышат, но это влияет также на шумоизоляцию. То есть вы как бы не слышите никого вокруг, но то, что происходит у вас внутри, будет слышать рядом стоящие. Выполнена подвеска чашек на металлических вот таких дужках, креплениях. Они реально металлические, они покрашены, пластик. Дальше они прикреплены к оголовью, которые выполнены из пластика, а внутри он выполнен из металла. Видите? То есть в оголовье полностью всё, здесь идёт металл. И сломать его, как обычно бывает у пластиковых оголовьев, проблематично, если только гнуть сильно. Также на оголовье сверху есть мягкая подушка, также с тканевым обивкой, что в принципе достаточно очень удобно. И она мягкая такая. Если посмотреть сбоку, то уши имеют не совсем такую форму, как у стандартных наушников. То есть у них оголовье вот это не как бы идёт параллельно чашам, а немножко сдвинуты вперёд. То есть когда вы надеваете наушники, они будут у вас немножко впереди оголовья, а не именно где-то на макушке вашей головы. Что в принципе какой-то даёт баланс наушникам на голове. На одной из чаш идёт управление наушниками. Вот эта кнопка, она единственная здесь, она управляет включением, включением вот этого микрофона. Микрофон у нас находится на штанге гибкой, которую можно нагнуть как хочешь. Там видно, что это толстый провод, в резиновой вот такой штанге сделанный, прозвеченный. Микрофон на конце имеет два индикатора. Это красный, это индикатор состояния микрофона, то есть включенный и выключенный. Он мигает, это всё можно настроить. Частоту мигания в приложении QE от Corsair. И второй индикатор зелёный, там это настройки будут мигать зелёным цветом, в зависимости от настройки эквалайзера. В приложении можно выставить пять режимов эквалайзера, можно добавить свои. И мигать будет лампочка, это нужное количество раз, в зависимости от какой позиции находится эквалайзер. Плюс микрофон имеет шумоподавление. Здесь решётка есть. Сейчас наведусь. Плохо наводится. Вот такая металлическая решётка. И плюс здесь отверстие. Микрофон достаточно длинный, ножка, что позволяет крупной голове, так скажем, пользователю использовать данные наушники. То есть микрофон не будет где-то у вас на щеке, а именно у рта. Плюс у него достаточно хорошая посадка. То есть он может низко опускаться, слезы, голова, овальная форма, вытянутая там. Либо поднять выше и достаточно хорошо фиксировать. То есть такими щелчками небольшими происходит фиксация. То есть, в принципе, можно настроить под любую голову пользователя. Плюс имеет фиксаторы. Сейчас наведусь. Вот видно было, что данный наушник имеет отсечки. То есть и достаточно точно фиксируется на голове. Есть фирменное название Corsair. Также на левой чашке имеется вот такой переключатель. Он имеет всего, грубо говоря, два положения. Это вверх и вниз. То есть это регулятор громкости. Сделано очень удобно. Легким движением можно поднять громкость или убавить. Если нажать один раз на эту кнопку, это же и ролик, и плюс кнопка, то получается, что вы включаете нужный режим эквалайзера и начинает мигать зеленая лампочка на наушниках. В зависимости от выбранного... Давайте покажу. Выбран второй режим эквалайзера. Данные наушники имеют функцию 7.1 звука. То есть стандартный стерео можно использовать, а можно 7.1. 7.1, в принципе, здесь достаточно нормальный. Но лучше, конечно, всего использовать, если вы любитель качественного звука, то использовать именно внешнюю акустику 7.1 или более качественную, где там много динамиков напихано, типа Asus-ских гарнитур. Но, в принципе, это достаточно, чтобы позиционироваться в пространстве, находить объекты. Чтобы включить 7.1, можно использовать кнопку приложения либо полностью зажать данный ролик, подержать какое-то время и услышать такой сигнал в наушниках, что включено на режим либо стерео, либо 7.1. Также в приложении можно установить голосовой повещения, то есть вы будете слышать, какой включен режим. Также в приложении есть возможность слышать в этих наушниках самого себя. То есть, как это говорится, слышишь тоже, что и говоришь на микрофон, плюс там максимум 25% настройка громкости. То есть вы будете сами себя перебивать, точнее, вы будете слышать окружающие звуки громче, чем сам себя. Но это, в принципе, кому как. Кто хочет слушать, кто не хочет слушать. Чаши раз поворачиваются в таком положении, то есть их невозможно сложить внутрь амбушюры, либо дужки, либо еще как-то тут так поворачиваются, регулируются по длине выхода. Провод у нас, как и обычный, корсарский защищен от перегиба, плюс он без оплетки. Достаточно, в принципе, длинный, метр восемьдесят, мне достаточно хватает достать до компьютера. Что мне не понравилось в данных наушниках? Это, во-первых, вот эта глянцевая поверхность, она маркая. Вот эта кнопка немножко люфтит, болтается, то есть пальцем трясешь. Не знаю, почему так сделано, но она люфтит. Плюс то, что корсары, как и в предыдущих моих устройствах, там клавиатура, мышка, мышка определилась без проблем, а эти гарнитуры определяются, но драйвера не подписаны у Microsoft. Поэтому, чтобы работала данная гарнитура, нужно подписывать драйвера. Иначе она будет определяться в диспетчере устройств, она будет видна, но со вставным знаком. То есть она не будет работать в звуковых устройствах, поэтому подписывайте драйвера, и тогда она будет работать. И каждый раз, когда будете перестанавливать приложение Куя, драйвера будут меняться, обновляться, и поэтому придется иной раз подписывать заново драйвера. Если драйвера не трогаются, не подписываются, не меняются корсаром, то данное устройство также будет продолжать работать. Плюс обнаружилась небольшая проблема с отваливанием через приложение, скажу, что виноваты именно приложения, а не сами гарнитуры, что в приложении гарнитура становится серой, то есть она как бы не подключена, она продолжает работать, вы слышите все звуки, всю музыку, видео, все происходит, микрофон продолжает работать, но вы не можете ее настраивать никак вообще. То есть просветка продолжает, как будто гарнитура продолжает работать, а продолжение ее не видит. То есть приходится приложение перезапускать. И плюс еще, вот этот микрофон, он написано было, что конденсаторный, то есть ему нужно питание хорошее, и у него получается четкий голос, да, я не спорю, что слышно хорошо. Но проблема в том, что он слышен не очень громко, поэтому приходится скачивать специальное программное включение, которое будет работать на подобие драйверов, и в нем можно выставить усиление микрофона. Когда уставляется микрофон, где-то примерно плюс 10 дБ, шумов никаких не наблюдается, и громкость становится очень хорошей, даже можно убавить меньше 10 дБ. Плюс недавно Corsair выпустили программное включение, которое включает какие-то новые драйвера для аудио, и походу они немножко усилили микрофон. Но проблемы какие-то наблюдаются. Кто, в принципе, если не заморачивается, может купить простые диспрометные джек наушники. Но я ее купил USB, решил попробовать впервые, но в принципе я этой покупкой доволен. Наушники сядут на голове очень удобно, то есть никаких дискомфортов они не вызывают. Плюс настраиваются удобно, и вот эти проблемы у меня не возникает. Потому что у меня были наушники, у которых вот это голове пластиковое из двухполосной, никаких укреплений, они все поломались у меня. У других наушников у меня, хоть и был сильный микрофон хороший, качественный, и у него были проблемы с именно джеком, вот этими проводами. Потому что там был в комплекте переходник от 3,5 на 2, 3,5 джека, а один микрофон, один динамик. И данный кабель был очень тонкий, и он быстро сломался у меня, и вообще спаять там я уже надоел, и купил уже более толстый, который продержался еще больше. Плюс у этих наушников 50-мм динамик неодимовый. Это очень хорошие динамики, они громкие достаточно. То есть я вот играю, у меня громкость где-то на 12% выкручена в этих наушниках. Если громче, то будут практически как колонки работать. То есть 12% при максимально выкрученной в игре, звуки как обычно, стандартно, я слышу у них все очень хорошо и громко. То есть выше даже процентов 20% уже выкручивать не надо, уже будет орать. Но хрипов никаких ничего не слышно. То есть забросов ничего нет. Данная гарнитура, недавно была перевыпущена Corsair, в виде версии Corsair Void Pro. Там беспроводные также были перевыпущены гарнитуры, wireless. Я так понял, Corsair пошли по стопам Razer, которые выпускали Razer Kraken и Razer Kraken Pro. В чем разница? Там, как говорится, немного другие динамики, но также 5-7-миллиметровые. Немного допилены, доделаны, не знаю, что там они с ними сделали. Плюс микрофон у них немного другой. Вот эта штанга не вот такая рифленая, а сплошная. То есть провод полностью закрыт резиной. Плюс наконечник у него другой, не такой вот арочный, а то есть законцованный. Плюс диод принесен в виде кольца вот здесь. И микрофон, говорят, немного другой переделан. Потому что, видимо, с Corsair после вот этих наушников допиливали версию. И плюс эти наушники вышли через месяц, после того, как я купил свои. То есть как бы получилась так, подстава, что купила одни, а вышли через месяц другие. В принципе, там разница больше никакой. Внешне они ничем отличаются вообще. Также вот эта кнопка управления, включения микрофона, также вот этот регулятор, такой же внешний вид. Только вот штанга отличается с микрофоном другим и немного доделаны именно сами динамики. Также амбушюры остались тряпочные. То есть ничего практически не изменилось. Стоить они низко все возможно будут за приставки одной порой дороже. Так что смысла покупать их нет. Если вы приверженец наушников на 3,5 анджека, то можете взять такие же, только на 3,5 анджеке. Есть там же также и двойной, по-моему, вариант, который и 3,5 анджека, и USB можно использовать. Но RGB не будет работать подсветка, потому что она только на USB наушниках управляется. В AirOS я не стал брать, потому что они очень тяжелые за счет того, что у них аккумулятор необходимый для работы наушников. Плюс подсветка будет выжигать его быстро. И плюс за то, что я не люблю вот эту постоянно привязку к зарядкам. То есть постоянно заряжать его, ждать, пока он зарядится, потом только можно использовать. А так наушники на проводе, хоть и провод там мешается немного, но он позволяет постоянно использовать наушники без всяких каких-то проблем. Ну, на этом, я думаю, можно закончить обзор. Как видно, даже подсветка просвечивается через динамик. То есть здесь плата стоит, поэтому нет просвечивания здесь. Просвечивается полностью динамик, когда работает подсветка. На этом, я думаю, закончим рассказ о данных наушниках. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментируем, ждем дальнейшего обзора, каких-нибудь прохождений игр. Всем удачи, всем пока. С вами был Басон. Субтитры сделал DimaTorzok